Вы знаете, она вышла в магазин, оставила телефон, но я ее старший брат. Приехал специально для того, чтобы решать все вопросы, на сегодняшний день возникшие у нее с банкирами. Вы родной, двоюродный? Ну, не родной, не двоюродный. То есть родственник. Брат старший, но по разным отцам. Сводный, получается. Ну, если это имеет какое-то значение, пускай будет именно так. А что все-таки случилось у Людмилы Игоревны? Я представлю, что это у Людмилы Геннадьевны, сотрудник банка ВТБ-24. А что все-таки случилось у нее? В каком смысле? Ничего не случилось, слава Богу. Вы имеете в виду... Я не распознал контекст вашего вопроса. Просто надо про это переспрашивать. Нам, понимаете, для Людмилы Игорева необходим был очень важный вопрос. Регулировать, понимаете, и хотели бы все-таки с ней переговорить. Вы, со своей стороны, как старший брат, запишите наш телефон. Телефон у нас бесплатный. Ну, то есть, или бы тот, на который... Давайте я помогу вам. Давайте я вам помогу. То есть вы спрашиваете в формате того, что у нее случилось, почему она не оплачивает какие-то взносы по кредиту. Верно? То есть ты в курсе, да? Правильно я понимаю? Ну, соответственно. Я же вам говорю, я специально приехал с другого города, чтобы этот вопрос помочь ей решить. И, наконец-то, чтобы она дышала спокойно, избавилась от этого кредитного своего бремени. Но я должен понимать, какие претензии у оппонентов есть. Что вообще вы хотите от нее? В каком формате вы хотели бы увидеть шаги навстречу и так далее? Сейчас в ее интересах полностью все оплатить, все, что у нее есть. Сейчас сумма, которая задолженность у нее сейчас есть. А почему это в ее интересах? Нет, вы в утвердительной форме сейчас заявили, что это в ее интересах, а потом... Это в ее интересах, потому что сейчас... Почему так решили? Мы сформировали реестр недобросовестных плательщиков и документы. Мы сейчас готовим для того, чтобы передать в суд. Дальнейшие действия мы с ней будем решать в судебном порядке. То есть с января месяца документы уже будут руководством переданы в суд. Вот это в ее интересах. Сейчас мы даем данный пакет документов. Вот это в ее интересах. То есть это в ее интересах. То есть она с нами сейчас в добровольном порядке, вопрос о оплате собирать не решается. Нет, собирать не решается, такого словосочетания нет. Собирать не решается. Я вам сказала, что она сейчас не собирается, но надо решать вопрос. Решать не собирается. Собирать не решается, такого глагола нет. Я вам скажу, что сейчас такого не озвучиваю. Вы сказали, собирать не решается. Ну ладно, давайте спишем это на оговорку филологическую. Хотя сотрудники банка наверняка должны все-таки какие-то скороговорки перед работой говорить, чтобы не допускать таких ляпов. Но мне кажется, мы сейчас не туда совсем речь. Да, 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 поэтому возвращаемся. Итак, нам очень выгодно, чтобы банк изложил свои претензии только в законном формате. В законном формате это выставление окончательного требования. Почему вы перебиваете? Да не включите на меня сейчас. Я просто в этом формате, когда меня перебивают, вынужден повышать голос только лишь для того, чтобы поставить вас на место. Я сейчас адекватно разговариваю. Если человек перебивает другого человека, то тут об адекватности вообще речи быть не может. Итак, я продолжу. Давай вернемся обратно. Да, я продолжу, поэтому. Выставляете окончательное требование на бумаге, присылаете на адрес регистрации. После этого ваше право оформить тисковое заявление в суд. То есть по-другому вопрос решать она не будет с нами? Я не вижу других военных. Добровольно в порядке она не будет носить платеж. А что по-другому? Нет, сейчас я вам озвучил как раз-таки добровольный порядок. Нет, это не добровольный порядок. Добровольный порядок у него прописан в условиях кредитного договора. Да это, понимаете, это штампы обозначения термины. Вы должны правильно понимать, кредитный договор, который составлен в рамках законодательства. Да, вот в том-то и дело, что он противоречит действующему законодательству. Я как юрист с 14-летним стажем утверждаю, потому что прежде чем с вами разговаривать, я его внимательно почитал. В рамках законодательства составлен весь кредитный договор, учитывая, что... Вы констатируете факт голословными заявлениями. Сумма вполне достаточно, у нас все документы подтверждающие есть, доход у нее есть. Сумма достаточна для того, чтобы выполнять свои обязательства. Просто сейчас Людмила Игоревна уклоняется от выплаты своей кредиторской задолженности в банке ВТБ-24. Просто... Судебный разбиратель со своей стороны Людмила Игоревна потерпит убытки, как судебные издержки, госпошные исполнительские сборы, потому что решение суд вынесет без ее участия. На основании кредитного договора и на основании выписки по платежам, как она проплатила. То есть вы сейчас хотите заявить, что вы судебный приказ оформите, верно? Когда вы говорите, что без ее участия. Мы сейчас не даем документы без ее участия. Вот вас когда инструктируют, вы вдумываетесь во фразы, уважаемый сотрудник банка, я сейчас вас спасать пытаюсь. Вы понимаете, что слово... Меня сейчас, вы зачем перебиваете? Да, чтобы сказать вам нужную вещь, полезную, в первую очередь, вам. Вот вы мне сделали замечание, что я вас перебиваю. Вы меня сейчас зачем перебиваете? Хорошо, продолжайте. По решению суда будут задействованы судебные призывы, которые пройдут к Людмиле Игоревне по месту прописки, по месту регистрации для реализации имущества. Будем блокировать все счета, будем ислазать за форс, работодатель. Да не вы будете, если это будет. Это тоже негативно на нее скажется. Вы понимаете, что слово суд и слово без участия стороны в контексте не имеют права на существование? Суд подразумевается, справедливый суд, истинно состязательный процесс подразумевает участие двух сторон. Вы это знаете? Когда вам ваши инструкции, вот эти голые бумажки дают читать, вы голову включаете и когда-нибудь, или нет? Суд не может состояться без участия двух сторон. Запомните, зарубите себе на носу. А иначе это решение суда элементарно отменяется. Если одна из сторон не была уведомлена, либо каким-то специальным искусственным образом введена в заблуждение, и не имела возможности принять участие в истинно состязательном процессе судебных разбирательствах. Слышали? Слово суд это по сути словосочетание судебное разбирательство. Разбирательства не могут быть в одностороннем порядке. Как юрист, вы должны прекрасно понимать, что 126-я статья Гражданского процессуального кодекса, где гласит о том, что судебный приказ будет выноситься на основании предоявленного требования в течение 5 дней. Данный судебный приказ будет выноситься без судебных разбирательств и вызова сторон. На основании кредитного договора, на основании записки, предоставленной нашим банкам... Господи, без ссылочек какие. 128-я, 129-я статья о судебном приказе точно так же отменяется без участия второй стороны, так как дается второй стороне право свободного волеизъявления. На основании того, что одна из сторон просто-напросто не согласится с любым условием судебного приказа, мировой судья обязан судебный приказ отменить, как только получает заявление об отмене этого судебного приказа. Все разбирательства на этом прекращаются. По практике показывают абсолютно обратно. По практике у вас показано только то, что когда люди не понимают, что происходит. Вы будете решать вопрос именно таким способом. Да, в добровольном порядке мы решаем вопрос. Со своей системой, да, не готовы в добровольном порядке закрыть полностью задолженность в республике. Да, в добровольном порядке, а это называется через суд. А что документы я... Через суд. Нет, в добровольном порядке это не через суд. Это уже будет... Да это ваша такая вот штампованная... Это будет уже принудительное мероприятие. Это бестолочие. ВТБ вроде уважаемое учреждение. Откуда вас берут таких бестолковых, а? Вы меня сейчас перебиваете. Да что вас слушать? Да вы же ни одной своей мысли не говорите. Ни одной мысли своей вы не говорите. Вы говорите тупые инструкции. Вы меня сейчас перебивать будете? Да что толку перебивать не перебивать? Я знаю, что ты скажешь. Понимаешь, я на ты с тобой перехожу, потому что ты не заслуживаешь другого общения. Ты бестолковая. Да перешел, я тебе заявляю. У меня своя инструкция в общении с такими, как ты. Мы с вами на ты не переходим. Мы всегда продолжаем разговоры. Мы сейчас продолжаем разговоры. Вот сапля. Смешно у вас здесь сейчас ничего нет. Ну как нет, когда смешно? Вы меня слышите? Вы меня слышите? Ой, давай. Сколько тебе времени дать, чтобы слиться? Слово конструктивный диалог будешь употреблять? Вы меня слышите? Я тебя слышу. А смысл в том, ты сама себя слышишь. Телефонным разговором. Да, запись телефонового разговора. Я не перейду, что вы за это выяснили. Да. Отвечательная ответственность. Вы должны прекрасно быть. Знаешь, в чем проблема у тебя? В том, что ты вот это хотя бы поднимаешь. Но никакой ответственности не будет. И ты очень сильно из-за этого переживаешь. Просто ты ничего не сможешь. Ну он есть. Ну есть. А ты умеешь им пользоваться? Ты умеешь им пользоваться, курица? Курица. Курица. Ну давай. Ну сделай вещи. Сделай. Штрафуй меня. Я тебе прям даже скажу так. Я даже спорить не буду. Как только увижу от тебя никуда, кто не, а вот нормальное заявление, прям тебе оплачу этот штраф. Ну только сделай что-нибудь. Сделай что-нибудь. Сделай что-нибудь. Ожидайте. Ожидайте. Сколько ожидать? Сколько ожидать? В кратчайшие сроки. Да ладно тебе. С чего ты начнешь хотя бы скажи? Ой. Какая вам разница? Да какая моя разница? Я просто хочу. Давайте я расскажу с чего надо начать. Да уже решен. Если с ней будут вот так вот разговаривать вот такие вот умалишенные цапли, то вопрос-то решать не надо. Он решается автоматически. Да, через суд. Да, через суд. Но знаешь что я тебе скажу? В СБ даже в суд. В СБ даже в суд. Кадук, что ты там отдашь? Сама не отдайся. Слышишь? Или уже отдалась давно? Ой, тупица, а. Ну что ты там трубку не кладешь? Ну, скажи. Пытаешься с вами разговаривать? Тупят эти инструкции больные, блин, а. Как бы это ни на что не хватает. Ума вообще, мозг, ге. Где извилины человеческий разум какой-нибудь? Ой, курицы действительно. И мозгов столько же, как у куриц. Давай, я трубку не выключаю, сама положишь. Давай, я кладу сотовый телефон на стол. Жду, когда ты выключишься. Да, ну вот такие, что поделаешь, друзья, товарищи, действительно не понимают, что говорят. Ничего не соображают. Просто бездарно, бездумно зачитывают свои инструкции. Даже при очевидном комментарии со стороны оппонента, да, где вот просто, ну, скажем, белыми нитками вырисовывается их бесполезность, безграмотность и, соответственно, ну, скажем, некомпетентность, да уж, все равно продолжают долбить свою вот эту вот историю. Я еще ни разу не слышал, чтобы в голосе коллектора изменилось что-то, да. Уверенность его поменялась на какие-то сомнения. Ну, и это не говорит о их твердости. Это лишь говорит о том, что действительно парализованная часть мозга, как раз ей они пытаются пользоваться на своей работе. Вот. Ну, а той, которая более или менее дееспособна, они, наверное, пользуются где-нибудь на лавочках со своими там себе подобными особями и на работе, наверное, на перекурах, там, на обеденных перерывах, чтобы говорить, как какие они умные, делиться успехами, да, вот успехами, когда они кого-то, как она сказала, нет никакой практики, типа, чтобы человек отменил судебный приказ. А вот они хвастаются, как кого-то там испугали, запугали, склонили к оплате. А вот эту часть мозга, которая действительно парализована, они почему-то по непонятным причинам используют на работе. Ну, ладно, что это их выбор. Я всем предлагаю оказаться не на их месте, а действительно разобраться со всеми своими проблемами и ситуациями. Пожалуйста, в описании видео все необходимо. Есть ссылочка на наш сайт. Приходите. Видео на сайте посмотрите обязательно. Ну и на вебинар мы вас приглашаем. Там тоже есть ссылка на наш вебинар. Всего вам хорошего. До свидания. На связи был Кузнецов Дмитрий, центр юридической защиты компании Алиам. Всем здоровья и успехов.